Всем привет! Пираст, старинный город в Черногории, расположен на берегу Каторского залива Адриатического моря, в нескольких километрах к северо-западу от Катора. Пираст лежит у подножия холма Святого Ильи, 873 метра, на мысе, который отделяет Рессанский залив от Каторского залива, которые, в свою очередь, являются составными частями бока Каторского залива, прямо напротив пролива Вериге, самой узкой части баки. До Пираста удобно добираться из двух аэропортов. Расстояние до аэропорта хорватского города Дубровника всего 60 километров, а до аэропорта Черногорского города Тивата – 20 километров. Название города, как считается, происходит от имени эллирийского племени перустов. В пещере с пилонат Пирастом были найдены следы неолитической культуры. Около 3500 до н.э. Также здесь обнаружены различные археологические свидетельства иллирийского, римского и раннехристианского периодов. Основан иллирийцами. До Венециянский период. До 1420. Первоначально Пираст был всего лишь небольшим поселком с верфью. Впервые упоминается в 1326 году. И некоторым количеством рыбацких и торговых судов среднего размера. Котор, гораздо более значительный и хорошо укрепленный город, с IX века держал под контролем стратегически важный остров Святого Георгия, который в то время был единственным островом напротив Пираста. Верховенство Которо сдерживало рост Пираста. Венецианский период. 1420-1797. Хотя Пираст, древнее поселение, но его политическое, экономическое и культурное развитие началось лишь когда Пираст вместе с Котором и рядом других населенных пунктов Баки Которской стал частью Венецианской республики. Яснейшая республика Венеция владела Пирастом с 1420 по 1797 год. Наряду с рядом других городов Адриатического побережья Далмации. Пираст, как официально называли город до конца XIX века, был частью венецианской провинции Албания-Венета. В конце XV века Османская империя укрепилась на берегах Баки, что определило судьбы залива на последующее столетие. После захвата турками побережье Баки от Херца и Экновида-Ресана. 1482. Пираст приобрел важное политическое значение как приграничный населенный пункт. С 1580 года, город, этот статус сохранялся за Пирастом до 1950 года. У города не было защитных крепостных стен. В силу географических особенностей. Но вместо этого в XV-XVI веках были построены 10 оборонительных башен и крепость Святого Креста. В соответствии со своей новой ролью город обрел важные политические и экономические привилегии, которые горожане скоро смогли использовать для собственного обогащения. Им было позволено беспошлинно продавать товары на венецианском рынке, что их весьма обогатило. Как пример богатства пирастанцев, можно привести следующий факт. В конце XVII века они собрали 50 000 золотых венецианских дукатов для уплаты знаменитому архитектору за постройку самой высокой колокольни на восточно-адриатическом побережье. Венеция поощряла развитие местного флота как в торговых, так и в военных целях, для борьбы против турецких пиратов. Жители пираста прославились и как опытные моряки и торговцы, и как храбрые воины. Приобретя такую репутацию, они вскоре были пожалованы правом охранять венецианский гонфалон. Знамя. Святого Марка во время войны. Пираст обладал этой привилегией до падения республики. 15 мая 1654 года 5000 турецких солдат из герцеговины под командованием Мехмед Паши Резванагича и Бега Аксагича напали на пираст. Эта осада, в стихах воспетая одним из виднейших горожан пираста Андрея Измаевичем, считается одной из самых опасных в истории города. Штурм был сорван после того, как 47 воинов пирастанцев захватили Мехмед Пашу в плен. Впоследствии он был обезглавлен горожанином Лукой Мазаровичем. Несмотря на непрерывные войны, конфликт между Венецией и Османской империей не затихал почти никогда и на побережье Баки был особенно жестоким. Город продолжал развиваться в сфере культуры и архитектуры. Строительство роскошных дворцов и церквей, приобретение предметов искусства и литературная деятельность местных обитателей свидетельствуют о значении города, намного превышающем его размер и число жителей. В конце 17 века черногорец Марко Мартинович открыл в городе мореплавательную школу, куда вскоре отправил учиться русских дворян Петр-1, прибывший в 1698 году в пираст Москвич П.А. Толстой записал в дневнике. Того ж числа в шестом часу дня приплыли мы к местечку, которое называется пираста, то местечко Венецкой державы. Живут в том местечке Герваты. Капитаны, морские, и астрономы, и маринары. Домы имеют строение каменнага и садов имеют много. Оттого местечко пирасты в 15 верстах и ближе города и деревни турецкие. И всегда у катарцев и у пирастян с турками бывают бои и часто бывает перемирье, когда, помирясь, имеют между собою и торги. То местечко пирасты сидит между высоких гор при самом канале моря. Пираст достиг расцвета в XVIII веке, когда в нем насчитывалось как минимум четыре корабельных верфи, а его флот достигал сотни кораблей. На тот момент в городе проживали 1643 постоянных обитателя. 19 дворцов в стиле барокко, 17 католических и две православных церкви были построены в городе в основном в этот период. После Венеции янский период. С 1797. Пираст в 1900 году. Австрийская почтовая открытка. 12 мая 1797 года тысячелетняя история яснейшей республики Венеции завершилась, но несколько провинциальных городов еще несколько месяцев продолжали оставаться лояльными ей, а пираст сдался последним. 22 августа 1797 года граф Йосип Вискович, капитан пираста, спустил венецианский флаг со львом С.В. Марко обратился к горожанам с прощальными словами и захоронил знамя Венеции под алтарем главного собора пираста. Начиная с этого момента, пираст вступил в период упадка. Население города постепенно снижалось, до 430 жителей в 1910 году. Число кораблей значительно уменьшилось после изобретения парового двигателя. По Кампо-Фармийскому договору в 1797 году город перешел от Венеции к монархии австрийских Габсбургов, но в 1805 году, по Презбургскому договору, он был передан итальянскому королевству как вассалу Французской империи Наполеона. В 1810 году пираст был присоединен к иллирийским провинциям Французской империи. Французы контролировали город до 1813 года. По решению Венского конгресса пираст вместе с другими населенными пунктами Баки-Каторской перешел к Австрии. В составе Австро-Венгрии пираст был частью Далматинского королевства и оставался под австрийским господством с 1814 до 1918 года. С 1918 года, после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне, город вошел в состав королевства сербов, хорватов и славянцев. С 1929 года, королевство Югославия. До 1922 года Бака-Которска представляла собой самостоятельный округ со столицей в Которе, а в 1922 году стала частью Зетской области. С 1929 года, Зетской Бануины. После капитуляции Королевской Югославии во время Второй мировой войны в 1941 году город был оккупирован итальянскими войсками. Муссолини аннексировал территории вокруг Которо, в том числе и пираст, и включил их в состав фашистской Италии. Все эти земли были частью итальянской губернии Далмации, говернатората ди Далмазя, и назывались провинцией Катара. Провинцией ди Катара. Пираст был освобожден в 1944 году. По окончании войны пираст, как часть Черногории, вошел в состав возрожденной Югославии, теперь уже коммунистической. Во время гражданской войны в Югославии в 90-е годы XX века в пирасте военные действия не велись. В настоящее время город является частью современной Черногории. Согласно переписи населения 2003 года, в городе проживают 349 жителей. 146 черногорцев, 101 серб, 29 хорватов, 10 югославов, 3 босницы, 1-1 македонец и другие. Среди прочих жителей есть и русские. Средняя годовая температура в пирасте, 18,3 си, число солнечных дней в году 240, или около 2500 солнечных часов в год. Достопримечательности. Городской музей. Музей был основан в 1937 году, а с 1957 года находится во дворце Буевичей. Экспозиция музея, в основном пожертвования наследников знатных семей пираста. Здесь можно увидеть портреты знаменитых мореходов пираста и коллекцию оружия. В музее можно по экспонатам проследить культурный и экономический подъем города в период правления Венецианской республики. 1420-1797. И последовавший за ним упадок 19 века, когда пираст управлялся французскими и австрийским властями. Острово. Поблизости от пираста есть два небольших острова. Остров Святого Георгия. Один из островов называется островом Святого Георгия. На нем возвышается живописное Бенедиктинское аббатство, которое впервые упоминается в 1166 году как собственность города Котора. Изучение немногих сохранившихся фрагментов первоначального архитектурного убранства позволило сделать вывод, что аббатство существовало как минимум уже в IX веке. Остров оставался каторским владением до 1634 года, когда патронат над ним перешел к Венецианскому сенату. Остров постоянно находился под угрозой вторжения и землетрясений. В 1535 году горожане пираста убили аббата Паскаля, избранного городским советом Котора. В знак покаяния пирастанции перестроили и расширили церковь на соседнем острове. В 1571 году турецкий пират Карадос сжег и аббатство, и весь пираст. Восстановление началось только в 1603 году. Во время Великого землетрясения 6 апреля 1667 года аббатство на острове Святого Георгия было снова разрушено. В 1812 году аббатство было захвачено французами, которые позже были изгнаны горожанами пираста. В 1814 году аббатство было захвачено австрийцами. В аббатстве находятся работы 15 века Лаврома Ренавада Бричевича, известного художника из Котора. Остров Госпо-Ода-Шкарпела. Другой остров называется Госпо-Ода-Шкарпела. Итал. Мадонна де ла Скарпеллоу, что означает «Мадонна на рифе» или «Божья Матерь на скале». От латинского «Скрапалос» – риф. Госпо-Ода-Шкарпела является, возможно, единственным рукотворным островом Адриатики и находится в 115 метрах на северо-запад от острова Святого Георгия. Он был построен поверх рифа после того, как в 1452 году два моряка-эспираста, братья Мартешича, нашли на нем икону Божьей Матери, которая излечила одного из них от болезни. После этого икона сразу стала почитаемой. Первоначально риф был лишь немного выше поверхности воды, но горожане в течение двухсот лет затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли. Кроме того, был принят закон, согласно которому каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Так было создано плато, площадь которого составляет 3030 метров. На острове была построена Церковь Божьей Матери. Современный вид она приняла после реконструкции, предпринятой после Великого землетрясения 6 апреля 1667 года. Церковь построена в византийском стиле и достигает 11 метров в высоту. Считается, что жители пираста построили церковь не только потому, что желали видеть Деву Марию покровительницей своих моряков, но также чтобы закрепить за собой власть над рукотворным островом в противовес власти которой над островом Святого Георгия. В конце 17 века пираст достиг вершины экономического и культурного развития, что помогло украсить Церковь Божьей Матери на скале многими произведениями искусства. Так, Андрей Змаевич пригласил для ее украшения три пококоля, который потратил около 10 лет, чтобы завершить роспись Церкви. На протяжении столетий Церковь получала дары от богатых горожан и капитану в корабле и сейчас являются не только храмом, но также сокровищницей и картинной галереей. Здесь находится 68 картин, написанных маслом. На стенах Церкви можно увидеть 2500 золотых и серебряных обетных пластинок, которые жители Баки-Каторской жертвовали Церкви во исполнение данного обета за избавление от различных бедствий. Традиция. Знатные семьи. Исторически сложилось, что большинство коренных жителей пираста относят себя к 12 знатным родам города. В средние века и позже эти благородные дома, или Казады, Касадас, как их еще называют, представляли собой что-то вроде патрицианских братств, которые назывались по именам их основателей. Эти кланы были составной частью пирастской общины, а их главы обычно избирались членами городского совета. Казады, Студени, Стадени, Дентали, Дентали, Вукасович, Вакасовик, Брайкович, Брайковик, Шестокрылович, Сестокриловик, Братиция, Братика, Стоишич, Стойсик, Смелоевич, Смелаевик, Сидопий, Сидопий, Чизмай, Сизмай, Пероевич, Пыроевик, Мяукович, Мяковик. Каждый род имел собственный герб и знамя, за которым был закреплен знаменосец из членов рода. Такой знаменосец носил свой флаг во время торжественных процессий вслед за Гонфауном с Венецианским львом С.В. Марко. Знаменитые горожане. Андрей Змаевич. 16 июня 1624 года, 7 сентября 1694 года. Деятель католической церкви, писатель. 23 февраля 1671 года Папа Климент X назначил его архиепископом Бара и католическим примасом Сербии. Автор книги «Церковные хроники». Агитировал за использование славянского языка. Некоторые части его хроник были написаны по-славянски кириллице и лишь затем переведены на латынь. Косте Змаевич. 3 мая 1640 года, 1698. Мореплаватель, торговец и воин. Младший брат Андрея Змаевича. В 1671 году был избран капитаном. Мэром. Пираста. Командовал сожжением пиратских кораблей в Албании, за что был награжден золотой цепью от Венецианского сената. В 1679 году был избран капитаном. Пираста повторно и руководил подготовкой к обороне города от турок и пиратов. Вице Кабуевич. 1666 мая 1709 года. Воин и политический деятель. С 1694 по 1708 год неоднократно избирался капитаном. Мэром. Пираста. Во время Марийской войны, 1685-1699, командовал военными кораблями пираста в ранге командующего флотилией. 28 марта 1704 года получил герцогский титул. Убит в Дубровнике из-за кровной вражды со Змаевичами. Три Пакаколя. 28 февраля 1661 года, 18 октября 1713 года. Живописец, один из самых талантливых мастеров в стиле барокко Восточного Средиземноморья 17 века. Самые известные его работы находятся в Церкви Божией Матери на скале в Пирасте и Церкви Святого Доминика на острове Брач. Марко Мартинович, 15 июля 1663 года, 1716. Мореплаватель и кораблестроитель, основатель морской навигаторской школы Баки Которской, 1697. По рекомендации Венецианского сената и просьбе Петра Ай обучал русских дворян морскому делу, 1698. Вице Казмаевич. 23 декабря 1670 года, 11 сентября 1745 года. Деятель католической церкви, писатель, сын Казта Змаевича. 18 апреля 1701 года папа Климент XI назначил его архиепископом Бара и католическим примасом Сербии. Папские нунции в Албании, Македонии и Сербии. 22 мая 1713 года был назначен архиепископом Задара. Известна его книга Спекчо Делла Верета. Зеркало правды. В 12 главах. Иван Крушала. Окей. 1675, 28 декабря 1735 года. Аббат, писатель, дипломат и путешественник. С 1717 по 1730 год служил переводчиком в Государственной посольской канцелярии и историографом в Коллегии иностранных дел в Санкт-Петербурге. В 1725-1728 годах, участник русского посольства в Китай. Матия Змаевич, 1680, 25 августа 1735 года. Флотоводец, сын Корсты Змаевича и младший брат Вице Казмаевича. С 1712 года, командующий Галерным флотом Петра-1. Отличился во время Северной войны, за что был произведен в Вице-Адмиралы. В 1725 году был награжден недавно учрежденным Орденом С.В. Александра Невского, а в 1727 году произведен в полные Адмиралы Российского флота. Празднество, фашинада, чернок, фасинада, традиционное празднество, ежегодно проходящее в Пирасте 22 июля. Жители города вспоминают 1452 год, когда на рифе рядом с островом Святого Георгия была найдена икона Девы Марии. С этого года ведет отсчет рукотворный остров Госпо-О-де-Шкапелло. Каждый год в этот день горожане нагружают свои лодки камнями и сбрасывают их в море вокруг острова. Традиция имеет не только символическое, но и практическое значение, это помогает остановить размывание рукотворного острова морем. В этот же день проводится регата на кубок фашинады. В память о славной истории мореходства в Пирасте в регате принимают участие около сотни парусных лодок в старшей и младшей категории со всей Баки-Каторской. Финишем служит воображаемая линия между островом Святого Георгия и островом Госпо-О-де-Шкапелло. Кубок, торжественно вручаемый победителю во время церемонии награждения на острове Госпо-О-де-Шкапелло, на самом деле представляет собой статуэтку. Также имя победителя пишут на табличке, закрепленной на маяке острова. 15 мая – трехдневное празднование в память об исторической победе над турками 15 мая 1654 года. Проводятся традиционные соревнования по стрельбе в цель из ружья под названием «Стрельба в петуха». Лучший стрелок награждается полотенцем, на котором вышиты дата битвы и дата соревнований. Также город угощает чемпиона бочкой вина, которую распевают вместе победители и горожане. Архитектурный облик. Город обрел современный план застройки и архитектурный облик в годы процветания. 17-й отекции века. Несмотря на ущерб, понесенный за последовавший длительный период экономического упадка, строительство дорог вдоль побережья и различные перестройки старинных башен и дворцов, пираст на сегодняшний день представляет один из самых красивых примеров архитектуры баробка на берегах Адриатики. На облик города повлияли два главных фактора. Историческая необходимость мощной обороны. Так как город длительное время находился на границе с Османской империей. И величественный облик гористых склонов холма С.В. Ильи. К 1570 году были построены крепость Святого Креста и цепь из десяти дозорных башен, называемых Кардаки. Кардаси. Вместе они образовывали хорошо организованную систему защиты от турецких нападений. И сейчас характерный облик этих башен в немалой степени определяет внешний вид пираста. Более трехсот зданий, среди которых есть настоящие дворцы, были построены на берегу и склонах холма на доходы от морской торговли и таможенных привилегий. Также немалый доход принесли военные походы против пиратов, богатство, обретенное в битвах, помогало украшать город. Дворцы. Большинство дворцов пираста построены в семнадцатых свеевиках в стиле баробка. Дворец Змаевичей, епископский, и фамильная церковь Божьей Матери с четками. Дворец Змаевичей, из Казады Пероевич. Этот дворец обычно называют епископским, так как он служил резиденцией для двух архиепископов, Андрея и Вице Казмаевичей. К дворцу примыкает церковь Божьей Матери с четками с характерной восьмиугольной колокольней. На гербе семьи Змаевичей изображен крылатый змей, этот символ неоднократно встречается в отделке дворца и примыкающей церкви. Строительство было завершено при Андрея Змаевича, о чем напоминает дата 1664 на фасаде. Дворец был построен на скале из местного камня и представляет собой прекрасное сочетание архитектуры и природы. Первоначально здесь хранилась библиотека Змаевичей, одна из самых больших в Далмации. Герб Змаевичей, увенчанный епископской шляпой. Борельеф над входом в фамильную церковь. Дворец Буевичей, из Казады Стоишич. Этот дворец считается самым красивым в пирасте. Считается, что он был построен из камня, взятого из разрушенных стен Херцея и Экнове после изгнания из этого города турок в 1687 году. Дворец был спроектирован венецианским архитектором Джованни Батиста Фонтана. На трех резных каменных досках на фасаде говорится, что дворец заложен в 1694 году и что строительство было оплачено благодарной Венецианской республикой в честь героизма Вицека Буевича. Главный вход во дворец украшен родовым гербом Буевичей. Дворец Смекья, из Казады Чизмай. Этот дворец является самым большим дворцом в пирасте. Он состоит из двух частей. Старой, 1764, и новой, строительство которой было завершено только к 1930 году. Род Смекья известен со второй половины 16 века, однако разбогател лишь после того, как Петр Смекья в 1756 году проложил морской маршрут от Венеции до Балтийского моря на своем корабле Леон Короната. В 1748 году он стал графом, а в 1779 году, Патрицием Которо. Дворец Висковичей, из Казады Дентали. Этот дворец считается одним из самых древних дворцов пираста. Он состоит из четырех частей. Башни, старого дворца, сада с лоджией и нового дворца. Старейшая часть дворца, башня, построенная около 1500 года. Она была частью оборонительной системы города, что видно из надписи над входной дверью. Парвом пропагнакалом пропрой сидио перастя. На вершине башни стояла пушка. Постепенно к башне добавились три остальных части дворца. На портале изображен пышный герб с зубастой рыбой в верхней части. Символ Дентали. И львом в нижней части. Собственный герб Висковичей. Главный вход во дворец также украшен монограммой ФКВ. Франческо Конт Колонелла Висковик. Также дворцы Шестокрыловичей. Конец XVII века. Лючичей Коловичей Матикулы из Казада Студени. Вторая половина XVIII века. Бронза из Казады Силу Пи. Середина XVIII века. Боловичей из Казады Дентали. XVIII век. Вукасовичей Коловичей из Казады Шестокрылович. Первая половина XVIII века. Брайковичей Мартиновичей из Казады Чезмай. Первая половина XVII века. Мазаровичей. Середина XVIII века. Укрепление. Пираст лежит у подножия холма С.В. Ильи, одного из самых красивых мест Баки Каторской. На протяжении столетий жители Пираста охраняли стратегически важный пролив Вериге, врата Каторского залива. Интересно, что в старорусском языке слово Вериге означает цепи, а пролив Вериге на ночь перегораживался цепью для предотвращения внезапного проникновения неприятельских кораблей. Для этого горожане построили крепость Святого Креста и 10 защитных башен в черте города. Укрепление на острове Святого Георгия и фортификационный комплекс вокруг Церкви Божьей Матери с ангелами над проливом Вериге дополняли оборонительную систему города. Крепость Святого Креста была построена на господствующей высоте над городом, рядом со старинной церковью, от которой, как считается, она и получила свое название. Церковь датируется IX веком. Ее название позднее связывали с хранением венецианского знамени, Гонфолона, на котором изображался крест и лев С.В. Марка, а также со средневековым сербским флагом, который назывался Крстас-Барджак, флаг с крестом. Многие знатные семьи Пераста считали С.В. Крест своим покровителем. Согласно «Зеленой книге Пераста» Либре-Виорде, в 1570 году над городом была возведена новая крепость. После великого разорения Пераста, 1624, было решено перестроить крепость С.В. Креста, 1628, она была реконструирована и расширена. В крепости находился небольшой венецианский гарнизон под командованием Кастеллана, которому платила Венеция, но избирал городской совет. Крепость сыграла важную роль в отражении турецкого нападения 15 мая 1654 года. Во время наполеоновского владычества в Боке-Каторской крепость была занята французскими войсками до 13 октября 1813 года. После 1814 года, при австрийском правлении, отсюда вывезли все пушки и прочее снаряжение. Оборонительные башни Кардаки, учитывая, что Пераст был окружен турецкой территорией, отсутствие оборонительных стен было серьезным недостатком. Их строительство было постоянной целью горожан, однако она так и не была реализована. Из-за дороговизны строительство ограничились строительством нескольких башен, которые могли служить убежищами при нападении. Эти башни, так называемые Кардаки, были расположены в разных частях города, формируя надежную оборонительную систему. Старейшей из них была башня Маркович. Позднее также называемая башней Мартинович. Построенная в начале XVI века на площади С.В. Николая. Тогда же была построена башня Вискович. Рядом с ней были построены две башни Мазарович. Последняя, башня 10-я, была построена в 1656 году после турецкого нападения 1654 года. Из других Кардаков сохранилась башня Маташевич, в то время как башни Звичан, Костичевич, Берцегович, Бурович и Марикрилови не дошли до наших дней. Оборонительные башни были очень простой конструкцией, почти квадратные в основании с деревянными перекрытиями. Это были двухэтажные строения, с собственными водяными цистернами на уровне пола и, как правило, односкатными крышами. Церкви. Колокольня Церкви Святого Николая. Церковь С.В. Николая, главный храм Пераста. Эта однонефная церковь, возвышающаяся на главной площади, была построена в 1616 году на месте более раннего храма 1564 года. Кроме того, в конце XVIII века под руководством венецианского архитектора Джузеппе Беоти была начата постройка новой, еще более величественной церкви, однако она осталась незавершенной. Первый камень в основании нового храма был положен в 1740 году. Строительство продолжалось до 1800 года, когда работы были прерваны наполеоновскими воинами. В 1691 году архитектор Иван Скарпа с острова Хвар, прозванный Крестителем, построил рядом с церковью колокольню смешанного романско-барочно-ренессансного стиля, самую высокую на восточно-адриатическом побережье. 55 метров. В 1713 году братьями Вицека и матья Измаевичами для нее был пожертвован главный колокол, а в 1797 году добавлено два малых. Часы на колокольню были привезены из Венеции и установлены в 1730 году. Надпись на колокольне гласит, что она построена в честь избавления от турецкой угрозы после взятия венецианцами Херция и Экновия и Ресана. Церковь С.В. Николая была расписана три пококоля. Церковный орган впервые упоминается в 1699 году. Церковь Богоматери Розария, Андрей Змаевич построил эту церковь в 1678 году как место своего будущего упокоения. Стройная восьмиугольная колокольня, пристроенная в 1690 году, по легенде, спроектирована самим архиепископом. Также, Церкви С.В. Иоанна Крестителя Братства Ран Христовых, 1595. С.В. Анны С.В. Марка, 1760. Францисканская Церковь С.В. Антония, 1679. И Православная Церковь Рождества Богородицы, 1757. Упоминания в литературе. Броневский Ф.В. Записки морского офицера. Пираст занимает у берега узкую, бесплодную полосу земли. Пирастцы довольно просвещены, богаты от морской торговли и носят по большой части французскую одежду. Город, имеющий 1800 жителей, построен амфитеатром и издали с моря кажется лучше, нежели на самом деле. Над городом на горе, выше поверхности воды на 200 футов, построена иждивением граждан цитадель, служившая единственно для защищения их от набегов черногорцев. Против города, ближе к Рязана, есть два острова. На одном из них Мадонна де Агоста, или Дель Скальпела, находится довольно богатая церковь с чудотворную иконою Божией Матери. 15 августа, в Успение в день, собирается туда много богомольцев, и все время жители отправляют так называемый круговой танец. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.